МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телекомпания Город. Вы смотрите программу. Время говорить итоги дня сегодняшнего. Что заботило, волновало, ну и радовало рязанцев. Вкратце главные темы сегодня выглядят следующим образом. Крым возвращается. Рязанцы приветствуют результаты вчерашнего референдума на полуострове. Поезжайте вы своясье. Судебные приставы выдворили из Рязани очередной взвод нелегалов. Ищут пожарные, ищет милиция. В ЦАСовском районе сотни людей ведут поиски двух пропавших девочек. А теперь обо всем подробнее. Крымский референдум завершился. Народ выбрал свое будущее. Иностранные наблюдатели признали. Все было просто, прозрачно, эффективно и по закону. Практически все крымчане за вхождение территории в состав России. Таких результатов выборов никто не помнит. Со времен Советского Союза. Но это воля людей, которые уже не сбросить со счетов. Мы все наблюдали за ходом референдума. Телепрограммы вели свои онлайны. Жители полуострова высказывались однозначно. Мы идем в Россию домой. Россия тоже ждет слегка заблудившийся с 50-х годов в геополитических лабиринтах Крым. Но это, конечно, не вина жителей. Это был крест, навязанный им от щедрот после сталинского руководства державы. И крест этот все тяжелел, особенно с постперестроечных времен. Митинги в поддержку крымского референдума проходили повсеместно, в том числе и в Рязани. Можно относиться к такой эмоциональной атаке по-разному, но люди говорили совершенно искренне, под националистами Крыму не бывать. Сегодня рязанцы высказываются по поводу итогов референдума однозначно. У вас вчера прогонсовали большинство жителей Крыма за присоединение к России. Как вы считаете, это хороший момент? Я считаю, что очень хороший момент. Я поддерживаю. Почему? Ну, потому что считаю, что жители Крыма имеют право на самоопределение. Ну, я думаю, что да. Потому что что сейчас творится на Украине? Ничего хорошего. Думаешь, браво. Хорошо, что люди ли так прогонсовали. Я думаю, да. Почему? Потому что Крым издали русский город. Его завоевали наши предки кровью. И я думаю, что была ошибка от Гарриева в Украине. Есть у меня родственники, знакомые, которые говорят, что они будут лучше. Ну, у нас, в принципе. Ну, все считают российской как-то, к России ближе, чем к Украине. И вообще мы привыкли с Крымом быть вместе. На днях в нашей студии рязанка Лариса Тимешова, у которой в Крыму родители, рассказывала о тревогах и надеждах жителей полуострова. Сегодня, она говорит, мечты крымчан сбылись. Настроение замечательное. Замечательное, оптимистичное. Радуется, что теперь наступит наконец-то долгожданная безопасность, спокойствие. Народ Крыма победил. Да и разве можно остановить людей, которые стремятся домой, на родину, к себе, в Россию? Теперь главным образом говорят о вопросах экономической поддержки Крыма. Во сколько это обойдется российскому бюджету и как быстрее вывести будущий новый регион в успешный. Все это возможно, но первое время есть первое время. Здесь, конечно же, неизбежны определенные трудности и проблемы. Однако, сделано главное. Референдум победил. Народ определил дальнейшую судьбу. Причем сам и единодушно. Сегодня, после программы «Время говорить» мы обсудим экономические вопросы развития Крыма с руководителем Рязанского отделения Всероссийского объединения «Деловая Россия» Владимиром Моторжиным. Это будет в рамках проекта подробности. Но мы продолжаем тему. Рязанские либерал-демократы организовали в Уэкэнд концерт в поддержку жителей Крыма, да и всей Украины. Рассказывает Оксана Тебенихина. В Рязани на площадке арт-клуба «Планетарий» в преддверии украинского референдума, исход которого на сегодняшний день очевиден, партия ЛДПР организовала концерт в поддержку русскоязычного населения Украины. Мы глубоко обеспокоены тем событием, который происходит сейчас на всей территории Украины и наиболее на восточной ее части, потому что те люди, которые сейчас захватили власть, хочу подчеркнуть, что они захватили ее нелегитимным способом, пытаются всячески устроить геноцид русскоязычному, русскоговорящему народу. А это наши братья-славяне. И мы, собственно говоря, вот рядом акций хотим поддержать их моральный дух, потому что моральный дух – это самое главное сейчас в той борьбе, которая развернулась на территорию Украины. Мы уже провели несколько акций в поддержку Крыма, украинцев, и я думаю, сегодняшняя также будет польза популярной, молодежь придет, и такой формат достаточно в этом мероприятии свой есть. И вот внизу в холле там народу очень много. Я думаю, как бы зал будет полный, и наша акция к чему-то хорошему приведет. На сцене «Планетария» выступали рязанские группы. Ребята с удовольствием отыграли свой репертуар. Ведь каждого из них события на Украине по-своему, ну, затронули. Гвоздем программы будет являться песня, написанная еще в 2011 году. Называлась она раньше «Мы все еще ждем перемен». Сейчас я изменю название и немножко подкорректировал текст песни. И она применила теперь, вот в данной ситуации, событиям в Украине. ПОЮТ СЛАВЯНСКИМ НАЦИЯМ Нас здравить, чтобы шел на брата-брат. Я верю, Русь моя, в твоих акациях. Поставлен будет мат и сгинет гад. Вообще, лидеры партии всегда очень конкретно и по ЛДПРовски жестко высказывали свое мнение по поводу всего происходящего. Но, как известно, либерал-демократы одними словами не ограничиваются. В этот раз в поддержку себе они призвали рязанских музыкантов. И не ошиблись. Митинг-концерт получился настолько же эффектным, насколько и эффективным. К другим темам. Рязанские судебные приставы предупреждают. В некоторых регионах в их благородные дела вмешиваются самые настоящие мошенники. Жулики приходят к гражданам, предлагают на месте погасить имеющиеся задолженности. То есть вы нам денежки, а мы вам прощение грехов. Народ ведется и отдает кровные, даже не спрашивая уделяк удостоверения нагрудного жетона. А это наряду с квитанционной книжкой непременные атрибуты в работе настоящих, а не поддельных приставов. Так что будьте осторожнее. На всякий случай даем телефон доверия регионального отделения службы судебных приставов 29 66 35. Ну а сами приставы сегодня, как всегда, были заняты серьезными делами, в том числе выдворением из Рязани нежелательных граждан-иноземцев, рассказывает Глеб Галушкин. Судебные приставы выдворили из Рязани очередную партию нелегальных мигрантов. Начиная с прошлого года, работа профильных ведомств по этому направлению усилилась. Если еще пару лет назад нелегалов больше штрафовали, чем депортировали, то отныне любого гастарбайтера без необходимых документов ждет одно – выдворение из России. Сегодня происходит плановое административное выдворение иностранных граждан или безграждан за пределы Российской Федерации, которые нарушили режим пребывания в стране. Что они нарушили? Они нарушили порядок пребывания в Российской Федерации. Ну какие законы, чего у них не платило, не доставало? По-разному люди не платят патент, люди приезжают в Россию с тем, чтобы заработать денег, не платя в казну государства налоговое отчисление. Напомним, что с 1 января 2014 года вступили в силу новые правила пребывания и трудоустройства мигрантов. Документ о временной регистрации будет выдаваться только в том случае, если трудовой мигрант предоставит ФМС договор о своем трудоустройстве. При этом вакансия может быть предоставлена иностранцу только в том случае, если она не занимается российским гражданином в течение двух месяцев. Рязанские следователи и оперативники заняты поисками преступников, погубивших 29-летнюю гражданку Евгению Моклякову. Утром в минувший четверг она отвела ребенка в детский сад и пропала. Позже ее тело нашли около села Оксеньяно, это Рязанский район. В ходе судебно-медицинского исследования установлено, что смерть женщины наступила в результате асфиксии. По данному факту, Рязанским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета России по Рязанской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации о убийстве. Также Следственное управление сообщило сегодня о поиске в Сасовском районе пропавших детей. Вечером 15 марта в правоохранительные органы поступило сообщение о пропаже двух девочек. Жительниц авиагородка города Сасово, 10 и 11 лет. Со слов родителей, дети пошли в полдень погулять и пропали. В целях безотлагательного принятия всего комплекса следственно-оперативных действий, направленных на установление обстоятельств исчезновения двух малолетних, Сасовским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета России по Рязанской области, Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это убийство двух и более лиц, в том числе малолетних. Продолжаем программу. Рязанские власти, поймав, что называется, погоду, активизировали на днях работу по уборке города. Март, конечно же, внес своим капризным характером коррективы в планы мэрии, но это уж как водится. Однако и сейчас можно многое успеть. Подметаются улицы, убираются грунтовые наносы, отмываются дорожные знаки и светофоры. Мэрия обещает горожанам вскоре, как только окончательный температурный плюс обоснуется в городе, покрасить и привезти в божеский вид бордюры, столбы уличных фонарей и пешеходное ограждение. Также можно заметить, отряды рабочих, представляющих как муниципалитет, так и хозяйственников с управляющими компаниями, убирают парки и улицы. Тот и грянул нынче снежок да метель, но погода вряд ли долго будет играть в зимние догонялки, так что грабли в сторону далеко отставлять не надо. Сегодняшний снег, надо полагать, прощальный перед скорым теплом. Свои последние деньки около лунок в этом сезоне отчитывают и любители подледного лова. У них со специалистами МЧС ежегодно проходят некие состязания. Люди в форме увещевают людей в необъятных рыбацких робах быть осторожнее. Народ с улочками добродушно бурчит, что да, конечно, а как же. И при первой возможности опять бредет по подтаявшей кромке туда, где в прошлый раз клюнул да сорвалась та самая золотая рыбка. Сезон зимней рыбалки закончился, не успев начаться. Любителям посидеть у проруби да порыбачить в этом году было отведено немного времени для того, чтобы насладиться своим хобби по полной программе. И все равно, несмотря на постоянные предупреждения ГО и МЧС, находятся смельчаки, которых хлебом не корми, да и порыбачить на тонком льду. Список погибших регулярно пополняется, делая и без того трагическую статистику еще более печальной. На сегодняшний день гибели у нас в Рязанской области в этом году не было, хотя за аналогичный период прошлого года у нас уже один человек и ребенок в Касимовском районе утонул. В эту субботу в Рязани открылся очередной проект исторических моделистов. Всероссийская выставка стендового моделизма «Забытые сражения» стала предметом пристального изучения Глеба Галушкина. Да и то, разве настоящий мужчина может когда-нибудь раз и навсегда наиграться в солдатики? С каждым годом выставка исторических миниатюр «Забытые сражения» становится все масштабнее. И причем не только географии участников, приехавших на этот раз из трех десятков российских городов, но и числом представленных ими работ. По словам организаторов, экспозиции моделей бронетехники, самолетов, кораблей и всеми любимых солдатиков уже насчитывает около тысячи экземпляров. Моделисты соревнуются между собой в трех возрастных категориях – детской, юношеской и взрослой. Категории, во-первых, это бронетехника. Опять же, бронетехника разделяется у нас до 1945 года, после 1945 года. Еще одно разделение – это по масштабам. Нынешняя выставка, по словам ее организаторов, приурочена к столетию Первой мировой войны и к 110-летию войны русско-японской. Однако на ней представлены работы не только исторические, но и в стиле очень популярного сейчас фэнтези. Кстати, на экспозиции некоторые модели, например, кораблей, оборудованы мотором и способны поучаствовать в соревнованиях по радиоуправляемому судомоделизму. Занятие же стендовым моделизмом, по словам участника выставки, довольно быстро из хобби превращается чуть ли не в дело всей жизни. Ведь, чтобы приготовить полноценную модель, необходимо не только хорошо разбираться в истории, но и иметь способности художника. Время уходит все, потому как это работа. Больше, конечно, времени уходит на поиск информации. Сейчас, сетует рязанский моделист со стажем, стендовый моделизм в областном центре развивается менее активно, чем в советское время. Пару лет назад активисты создали клуб «Долг». Пока в нем состоит около двух десятков человек, но периодически они проводят уроки моделизма в школах, чтобы привлечь ребят к занятиям. Это не просто вот какое-то хобби, это очень большой воспитательный процесс. Это и техническое творчество, это и инженерное творчество какое-то. Собирая модель, ребенок проходит путь как бы и инженера, который читает чертежи, и рабочего, который непосредственно собирает эту модель. Это и историю он зацепляет. То есть здесь и трудовой аспект, и военно-патриотический, и исторический аспект. И недаром вот люди, которые занимаются моделизмом, они как бы многогранны, они развиты в очень многих областях. Добавим, что выставка исторических миниатюр «Забытые сражения» продлится в зале торгового центра «Десяточка» до 12 апреля. Такими выдались выходные и первый рабочий день новой недели. Тут вам и Крым, и, надеемся, последний весенний снежок. Ждем позитивных перемен и в погоде, и в жизни. На сегодня все. Хорошего вам вечера. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин